Ну что ж, друзья мои, добрый день. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Пятница. Волшебное слово. Пятница. И мы будем подводить финансовые итоги недели, как всегда, в этот день. Итак, представляю гостей сегодня в студии. Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций институционной компании «Велес Капитал». Добрый день, Василий. Добрый день. И в студии Анвар Грязиддинов, начальник отдела доверительного управления компании «РМДЖИ». Добрый день, Анвар. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, вы также можете присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии, телефон прямого эфира. 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными мыслями по поводу названной темы, по поводу финансовых итогов недели. Так, ну и начиная эфир, давайте традиционно, 1506 в Москве, посмотрим, что же делается на этих самых финансовых площадках. Начиная со вчерашнего закрытия Соединенных Штатов Америки, которые закрылись в отрицательной территории. 0,4 потерял Dow Jones, 0,3 СНП и NASDAQ 0,2. То есть продолжается небольшое снижение, если говорить о двух подряд торговых сессиях. Далее, Азия также в минусе, Nikkei в минус 0,8. Шанхай композит, правда, подрос на 0,3%. Европа в легком минусе, минус 1% теряет FTSE 100. И наши индикаторы сегодня, ну, слегка, наверное, все-таки так, надо правильно сказать, подрастают 0,1% РТС в плюсе и 0,3 ммвб. Рубль продолжает снижение, 32.20 сейчас его текущая котировка. Смотрим на сырье и на рынок Форекс. Форекс нефть марки Brent стоит 108 долларов 30 центов. Light 96 с полтиною. Золото 1320 долларов за тройскую унцию. И евро-доллар продолжает, агрессивно так, продолжает снижаться после недавних максимумов в районе 38. Сейчас уже 35.30. 35.30. Котировка евро-доллара на международном валютном рынке. Так, ну и набор фишек сегодня в основном, наверное, хотя нет, разнонаправленно, я бы так сказал. Лидер роста Норникель прибавляет 0,5% Газпром, 0,6% ВТБ и 0,5% Сбербанк. А, Сургут, правда, Сургут почти на 2% растет. Но хуже рынка МТС, минус 0,5%, 0,6% теряет Роснефть и примерно столько же Ростелеком. Вот такова, собственно, картина маслом на этот день, на этот день. Первый день ноября, кстати, наверное, тоже это имеет какое-то значение. Да, все, вчера был 31 октября, конец недели, ну, формально, конец месяца. Обычно, да, в последние дни какие-то бывают движения. Может быть, вчерашний день не исключение. Ну, так ладно, давайте начнем. Василий, тебе первый вопрос. Как ты считаешь, на что надо было обращать внимание на эту неделю, да, с точки зрения финансовых ее итогов? Какие основные события? Ну, основные события, это, конечно, заседание ФРС и комментарии к этому заседанию. В общем-то, если буквально до заседания большинство инвесторов было уверено, что теперь КУЕ будет сворачиваться где-то в марте, то по итогам заседания мнение слегка изменилось. Существует вероятность, что будет это происходить уже в декабре. В декабре? Да, все-таки в декабре, то есть то, о чем говорили еще там летом, летом и раньше. Дело в том, что некие формулировки убрали из комментариев, которые раньше всегда... А ты следишь за формулировками, действительно? Там же не было, да, пресс-конференции, была только вот... Да, там речь идет о том, что раньше была формулировка о том, что существуют риски замедления. Сейчас ее убрали. Вот. Плюс, уже после результатов заседания выходили макроэкономические данные. Самое интересное, что вышло, это Chicago PMI, который существенно лучшее ожидание оказался, очень существенно вырос. В общем, в какой-то степени подтверждая, видимо, вот это мнение ФРС, что, возможно, таких рисков серьезных нет. Тем более, что, ну, мы видели шатдаун в Америке, и при этом не произошло существенного ухудшения показателей. Это говорит о силе. Ну, мы, наверное, позже, если они произошли, мы позже об этом узнаем-то, нет? Ну, собственно, уже, получается, месяц как. Месяц как. Да, то есть, на настроенческих индикаторах, на том же Chicago PMI, это могло отразиться, не отразилось никак. На показателях еженедельных по безработице тоже никак не отразилось, по обращениям за пособием. Плюс мнение ФРС, которое слегка мягче стало, вернее, наоборот, жестче. Жестче, да. Поэтому... Ну, то есть, такая вот реакция, которую мы видели, она была связана именно с этим, да? Да, она была связана именно с этим. С другой стороны, не лишне сказать, что рынок перегрет американский, и поэтому там любой повод. Да, да, ждали поводов. Пока что коррекция очень слабая. Скромненькая, да. Возможно, что еще это будет продолжаться. Снижение, ты имеешься в виду, да? Да, еще может продолжаться коррекция. Еще из последних новостей были заявления Драги и вообще представители ЕЦБ интересные. И эти заявления заставляют думать, что, возможно, на ближайшем заседании может быть понижена ставка. А ближайшее заседание это уже 7-го числа. То есть на следующей неделе, в середине следующей недели. Собственно, вот евро, которое сейчас два уже дня, даже уже третий день падает очень резко, это вот реакция. Ну и плюс замедление инфляции в Европе. Хорошо. Вот. Ну, собственно, вот так глобально вот это два основных события. Есть еще такие вещи, на которые пока не особенно обращают внимание. Это, например, Китай, где ставки растут. Очень непрозрачная ситуация в Китае. Никто на самом деле не знает, что происходит. Ну да, что там на самом деле. Да, ну при этом, надо сказать, что макроэкономические показатели по Китаю улучшаются. То есть выходили буквально сегодня, по-моему, или вчера утром, ИМА по Китаю, которые лучшие ожидания, опять же. Я понял. Хорошо, Вась, спасибо. Анвару слово дадим. У нас немножко осталось времени до первого новостей. Собственно, вот эта история вокруг Федрезерова, она все еще будоражит умы, как ты считаешь? Да, она, естественно, будоражит умы инвесторов. Как мне кажется, сворачивание к УЕ состоится, наверное, где-то в декабре, в январе. И рынок Федрезеров, наверное, здесь будет ориентироваться на общий уровень безработицы по стране. Вот эти вот месячные данные, которые выходят, которые публикуются статистически. Кстати, на следующей неделе, я так понимаю, да, у нас еще и новые рабочие места появились? Первая неделя ноября, по идее, должна быть. Насколько я помню, да. Но здесь цифра неумолимо приближается к 7%. И, наверное, это будет какой-то триггер, который заставит ФРС взглянуть на ситуацию более оптимистично. И озвучить какие-то такие ближайшие шаги к смягчению программы. Вот этим предлогом в последнее время, который препятствовал сворачиванию к УЕ, был тот пресловутый шатдаун, о котором рынки говорили в последнее время. И, наверное, вот эта вот смена власти, которая сейчас идет в ФРС. Насколько я помню, официальная инаугурация Елен должна пройти где-то в середине ноября. Она пока не позволяет ФРС в полной мере развернуть, крылья начать действовать. Ну, а в декабре это уже возможно будет? Думаю, да. Думаю, да. Что где-то в декабре, в январе может. Кстати, ты про безработицу заговорил 7%. Насколько я помню, там 6,5% у них, да, в качестве таргета. Ну, они сказали на самом деле, что не стоит ориентироваться на это, как на абсолютный показатель. То есть могут начать и раньше. По-моему, даже несколько раз это озвучилось. То есть они ориентируются скорее на корзину показателей. Я понял. Хорошо, спасибо. Давайте тогда прервемся. Сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир, более детально обсудим. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инстационной компании «Велес Капитал» и Анвар Гелезидинов, начальник отдела доверительного управления компании «РМГ». Мы подводим финансовые итоги недели. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему диалогу, к нашему разговору, позвонив либо написав. Так, ладно, давайте продолжим. Собственно, вот за эфиром начали мы обсуждать. Я открою на всякий случай картинку. Евро-доллар, я имею в виду. Давайте вот откуда я начну. Значит, то, что мы видели по итогам заседания, да, говорила, ну, это была реакция на события из Америки, укрепление доллара, рост в моменте доходности, да, по американским облигациям, все это логично. И тем не менее, да, три дня назад это случилось. Вчера евро-доллар, о нем сейчас поговорим, да, ну и о европейской, собственно, истории. Вчера он потерял, я смотрю сейчас, да, больше фигуры, почти полторы, и сегодня продолжает снижение. Это уже, скорее всего, если сравнивать, да, с другими валютными парами, все-таки это... Значительно. Это значительно, во-первых, да, но это уже не реакция, да, в полной мере на события в Америке, а это уже какие-то реакции какие-то на внутренние истории. Вот, сейчас еще раз напомню, они 35.20 котируются. Евро-доллар против недели назад 1.38.20, то есть 300 пунктов, да, снижение, это достаточно серьезно, тем более быстрое такое. Ну, давайте об этом поговорим, Анвар, на твой взгляд, да, что стало причиной такого падения. Еще раз повторю, ну, это не все, да, надо, видимо, списывать на Федрезерв, там свои какие-то болячки обнаружились. Действительно, падение евро в последней паре сессий было значительным, но при этом валюта остается в своем растущем тренде. И здесь следующим определяющим таким событием будет заседание ЕЦБ 7-го числа. В последнее время выходила довольно слабая статистика по еврозоне. Вот вчера, наверное, да? В части инфляции в том числе, это самые последние данные. И слив сразу начался, вот где-то, да, как раз после выхода CPI вчера. Да, то есть к фиксации прибыли после заседания Федрезерв добавилась еще внутренняя история со статистикой в еврозоне. Но при этом евро находится сейчас на своей промежуточной поддержке в районе 34,5-35 фигуры. И падает, если я не ошибаюсь, около 5-6 сессий подряд. И, наверное, дальнейшее падение, реакция вот на вот эти вот события, она была бы чрезмерно. Вот, потому что в целом сколько-нибудь значимых событий до 7-го числа ни в Штатах, ни в еврозоне не предвидится. И вот именно для еврозоны будет важно то, что будет говорить Марио Драги 7-го числа. Потому что на фоне поступавшей в последнее время слабой статистики усилились опасения того, что смягчение монетарной политики, оно продолжится в части снижения ставок, либо возможных новых аукционов ЛТРО, вот что, естественно, надавит на валюту. То есть 7-го числа мы будем знать, это действительно движение вниз, где-то к 30-й, 31-й фигуре, либо это движение дальше вверх к 40-й фигуре. Я понял. А пока, мне кажется, мы можем увидеть некоторые восстановления. Ну, то есть ниже, да, если существ ниже 1,35, до 7-го вряд ли мы будем. Да, да, согласен. Василий, давай вернемся, собственно, эту фразу ты уже произносил. Ожидание смягчения политики ЕЦБ, оно действительно может вылиться в то, что возьмут и снизят процентную ставку? Ну, почему бы и нет. В принципе, там потенциал есть еще снижения. Ну, да. Плюс тот тяжелый террой, я, насколько понимаю, Драги очень уверенно говорил о том, что вероятность очень высока нового раунда Энтерио. И плюс определенные препятствия устранено для смягчения политики ЕЦБ, потому что в Германии прошли уже выборы. То есть, собственно, вот весь год ожидали, что может быть смягчение, но из-за того, что в Германии должны были произойти выборы, это все затягивало. Ну, то есть, сознательно затягивалось, да, что в зрели выборах никаких резких движений не делать просто. Сейчас, условно говоря, руки развязаны. Ты считаешь, что возможно, действительно, да, Анвар, процентную ставку могут снизить? — Думаю, что это возможно, но я бы хотел сказать, что рост последней евро — это не только спекулятивный рост. Здесь мы ведь помним, что ЕЦБ пытался проводить в последнее время тесты банков на достаточность капитала. То есть здесь, возможно, играет роль вот эта вот определенная репатриация капитала обратно в еврозону. Во-первых, и, во-вторых, приток капитала в еврозону в надежде на восстановление в следующем году, он продолжается, тем более после довольно-таки оптимистичных заявлений Драги на последних своих заседаниях. Поэтому в силе евро есть определенная доля оптимизма именно инвесторов и потоков капитала, которые идут сейчас в еврозону. — Я понял. Но вот последние события никак эту силу не подрывают, с точки зрения на восстановление еврозоны, Вась? — Ну, я бы сказал, что кроме того, что есть надежда на восстановление, что касается роста, там, начиная с сентября, во многом это был эффект того, что все уверились в том, что сворачивание АКУЕ не будет еще очень долго. То есть это даже не столько рост евро, сколько падение доллара. Вот. Теперь ситуация, мы видим, что в США тоже, в общем, далеко неплохая. И, честно говоря, впечатление такое, что в США восстановление все равно будет быстрее, чем в Европе. Вот, соответственно, ужесточение политики там будет происходить быстрее. Поэтому даже при восстановлении европейской экономики ситуация, когда евро будет падать относительно доллара, это, ну, ничего в этом экстраординарного нет. — И это вероятнее, да, все же? — Да, это скорее вероятнее. — Хорошо. А если говорить о том, что действительно, ну, предположить, да, что экономика Штатов будет активнее, восстанавливаться активнее, как фоновый рынок американский будет выглядеть при этом, Анвар? — Думаю, что вполне возможно растущий тренд продолжится на американском рынке акций, потому что даже если КУЕ будет сокращаться, мы увидим сочетание продолжающегося, хотя и уменьшающегося вливания ликвидности в рынок, дальнейшее ускорение роста американского рынка. И на фоне того, что покупки гособлигаций будут сокращаться, некоторый переток из облигаций в акции будет продолжаться и даже, наверное, как мне кажется, усиливаться. В принципе, это такая ситуация, которая способна вполне поддержать американский рынок и двинуть его дальше. — Понятно. Понятно. Ну, хорошо, бог с ним, с американским, даже с европейским рынком, потому что, наверное, ближе всего отечественный, родной, плохонький, но родной. Так вот, опять, с этой точки зрения, если взглянуть на вещи, ну, или на ожидание, да, взглянуть, действительно, Америка восстанавливается, сокращается там КУЕ, ну, и все остальные вещи, о которых вы упомянули. Будут ли интересны, Василий, развивающиеся рынки, ну, и в частности, российские? — Ну, я бы сказал так, что, опять, все равно вернемся немножко к Америке, потому что... — Из нее никуда. — Да. Вот восстановление американской экономики, оно, в общем, уже заложено все равно в индексах. — В текущих, в текущих, да? — Да, в текущих ценах. То есть все стоит уже достаточно дорого. При этом развивающиеся рынки, там, абсолютно пессимистичные цены. То есть, и очевидно, что если будет действительно восстановление Америки, то оно так или иначе повлияет на глобальную экономику и потянет за собой развивающиеся рынки. Поэтому если говорить о том, не о том, будет ли расти американский рынок, а будет ли он расти и дальше быстрее, чем развивающиеся рынки, вот это далеко не факт. То есть, как раз-таки ситуация такая, что, скажем, в 2014 году может начаться переток на развивающиеся рынки вот этой самой дополнительной ликвидности. Просто потому что, если действительно происходит восстановление, если в Европе, в Америке оно уже заложено в ценах, для развивающихся рынков, там, огромный потенциал еще оценить вот это грядущее восстановление. Я понял. Ну, то есть, как обычно мы говорим, да, что если развитые рынки, да, уже в тренде в каком-то, то, естественно, инвестор ждет, ищет возможность, да, где-то большую доходность найти, видит это в рынках развивающихся, да, то есть такую можно взаимосвязь. Взаимосвязь. Ну, а российский рынок будет интересен ему, вот конкретно локально российский рынок, или он посмотрит опять на тот же Китай, я не знаю, Индонезию, Турцию, что там, Бразилию? Как ты думаешь, Анар? Китай, как мы видели, тоже неважно себя чувствовал последние пару лет, то есть это проблема не только российского рынка, а проблема всех развивающихся рынков. То есть какие-то из них, что-то вроде мексиканского рынка или турецкого рынка, отдельной истории, чувствовали себя хорошо на каких-то внутренних драйверах, но в целом развивающиеся рынки были не фаворе, мягко скажем, в последнее время. Мне кажется, что взрывной рост на развитых рынках, он будет стимулировать инвесторов искать более доходные активы, потому что действительно развитые рынки становятся дорогими, дивидендная доходность на них падает, и инвесторы будут неизбежны в условиях того, что облигации приносят очень низкую доходность, смотреть что-то более доходное. Здесь можно сравнить развитые и развивающиеся рынки с первым эшелоном акций и вторыми эшелонами акций. То есть когда первые эшелоны дорожают, и дивидендная доходность на них падает, инвесторы начинают активно смотреть истории роста во втором эшелоне. То есть первый эшелон — это развитые, да? Да, это развитые рынки, Германия, Америка и что, Япония. И второй эшелон — это развивающиеся рынки, которые могут стать интересны, как мне кажется и как кажется нашему ресерчу. Мы недавно написали большой репорт на эту тему, ожидаем большого взрывного роста российского рынка акций в следующем году. Поэтому мы очень оптимистичны здесь, и думаем, что развивающиеся рынки скоро снова придут на радары инвесторов. Я понял. А по поводу следующего года, вот это ваше ожидание, оно как-то временный диапазон какой-то подразумевает? Когда этот взрывной... Ну, как всегда, сложно сказать, когда начнется рост. Ну, приблизительно, в начале года, в середине, в конце, да, в первом полугодии. Думаем, что скорее-скорее это будет где-то, начиная с весны. Весна все-таки, да? То есть второй квартал, наверное, да, ближе так? Думаю, что да. Где-то февраль, что-то в этом роде. Когда разрешится вот эта очередная история с перенесенными потолками госдолга и бюджетными вот этими делами штатов. Ну, то есть опять, да, Василий, мы говорим о том, что российский рынок может интересен быть после событий за рубежом. А внутренние идеи какие-то есть? Ну, одна из них очевидная, может, не совсем рыночная. Внутренние идеи для российского рынка, опять же, если краткосрочно, то, наверное, особенно интересных, тем более внутренних, идей нет. Ну, там, не считая каких-нибудь совсем локальных вещей, типа пересмотра индексов MSCI, там есть шансы, что включат ВТБ, увеличат вес ВТБ в индексе. Ну, и он вот, два дня рост, собственно. Да, на этом. Там московская биржа тоже могут ее включить. Для российского рынка существует некая угроза на ноябрь, связанная с тем, что сейчас как раз переговоры по Ирану 7-8 числа, а потом будут переговоры по Сирии. И впечатление такое, что американцы настроены договориться и с Ираном, и с Сирией. И договориться с Ираном, это значит существенно опустить цены на неделю, потому что Иран очень недозагруженой мощности, и, соответственно, там больше миллиона баррелей в сутки можно дополнительно выкинуть на рынок. Я понял. Спасибо, Василий. Сейчас еще раз прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, продолжаем подводить финансовые итоги недели. Еще раз напомню, сегодня в студии Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инстинкционной компании «Велес Капитал» и Анвар Глизиддинов, начальник отдела доверительного управления компании «РМГ». Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, да, так логично, по крайней мере, разговаривая о неких событиях и ожиданиях следующих, мы с вами на рынок сырьевой забрели. Василий, если можно, еще поподробнее, вот по поводу ближайших переговоров. Ну, соответственно, ближайшие переговоры – это Иран по атомной программе. Предыдущий раунд, который прошел в октябре, оценен всеми участниками как очень продуктивный. Правда, никакой информации не просочилось. Ну, очень продуктивный. Что же они там оценили как очень продуктивный. Но надо сказать, что поскольку власть в Иране сменилась, возможно, что вот это как раз и результат смены власти. Ну и, в принципе, да, вот сам факт, что Штаты с Ираном сели за стол переговоров. Не просто сели за стол переговоров, а именно, что утверждают, уже теперь и Штаты утверждают, что проходят переговоры продуктивные. Это довольно редкое явление. Само по себе уже. И краткосрочно может вырасти предложение нефти на рынке просто потому, что с начала года экспорт из Ирана все падал и падал. И на основные рынки даже тот же Китай отказывался постепенно от нефти иранской. При этом избыточные мощности очень большие у Ирана, а уж потенциал наращивания добычи просто огромный. И краткосрочно может быть эффект психологический, среднесрочно может быть эффект от того, что будет вот эта дополнительная нефть выйти на рынок, а долгосрочно эффект за счет того, что будут дополнительные инвестиции в Иране, в нефтедобычу. Соответственно, для нефти это очень негативная ситуация. Ну это не только для нефти прежде всего, да, это для многих участников рынка. Анва, смотри, это вообще может рынок обрушить вот такая вот история, позитивно развивающаяся история вроде бы, обрушит рынок нефти. Пострадают, ну я уж не знаю, про саудитов стоит ли говорить, но российские-то точно компании пострадают. Здесь я согласен с Василием. Действительно, иранская тема и возможное восстановление экспорта из Ливии, из Ирана и продолжение восстановления добычи в Ираке до конца года, оно способно надавить на нефтяные цены. И это основной риск, как я считаю, до конца года. И это именно цена на нефть, и даже не действие ФРС. Но, как мне кажется, действительно сейчас большая, значительная военная премия сидит, а в цене на нефть она никуда не ушла, потому что нефть, в принципе, после Сирии особо не скорректировалась. То есть, да, если смотреть на Brent, они практически на каком-то одном уровне замерла. В отличие, например, от цены американской нефти. На лайт-сид, который, да, ниже 100 и уже там... Ну, здесь своя абсолютная история. Наш рынок больше привязан, наверное, сейчас с точки зрения сентимента, да, отношения к цене на Brent. Но мне кажется, что падение будет не таким глубоким, каким кажется. И мы видели, как в последний раз нефть активно выносили с уровня 90 долларов за баррель. То есть, здесь... На 90 при падении может сходить, да, Brent? Мне кажется, это все-таки будет район около 100 долларов за баррель. 100, ниже 100, да? Падение будет не сильно глубоким. Здесь остается очень много геополитических рисков. Действительно, есть вероятность того, что частично или полностью в результате переговора снимут санкции с Ирака. Вот мы видели, как после установления санкции в прошлом году нефть ушла выше 120 долларов за баррель. Сейчас, после сирийской вот этой вот кампании, да, нефть доросла только до 118 долларов. Это говорит о том, что нефти в мире много. Добыча в Штатах растет и поставляется в Европу и в Латинскую Америку. Нефти много. Но при этом риски сохраняются. Если я не ошибаюсь, недавно и уже неоднократно в этом году проходила информация о том, что Израиль пытается наносить ракетные удары по хранилищу вот этих вот ракет в Сирии. Поэтому постоянно эта ситуация тлеет и складывается впечатление, что как только нефть уходит ниже 100 долларов, а в принципе экономика даже вот этих шельфовых проектов в Америке, которые реализуются довольно дорогая, 75-80 долларов на баррель, кому-то становится выгодным разжигать новые конфликты. Ну, то есть таким образом удерживать, да, нефть на уровне ниже 100 долларов за баррель. Да, да, да. И мне кажется, даже большей угрозой сейчас для рынка нефти наряду с геополитикой становится природный газ. Потому что в целом потребление в мире, приоритеты и преференции многих потребляющих вот этих вот основных импортеров нефти постепенно будут смещаться в пользу более экологичных и более таких легких в использовании источников энергии. Здесь я говорю о недавней вот этой экологической программе, которая была в Китае озвучена. Мне кажется, вот этот вектор тоже будет довольно-таки опасным, за этим нужно будет следить. Опасным? Ну, если действительно об этом говорить, Василий, да, то в принципе можем говорить о стратегическом каком-то смене вектора, да, что потребление газа или газ как альтернатива, а альтернатива... Ну, газ все-таки в первую очередь альтернатива углю, а не нефти, потому что нефть это моторное топливо, пока что... Прежде всего. Топливо для отопления во многих. Для отопления все-таки очень маленькая доля, поэтому, ну да, в какой-то степени может быть уменьшится. Но обычно в тех же США используется оно только в какие-то пиковые моменты нагрузок и, скорее всего, и дальше будет использоваться. Ну, то есть... Нефть в отопильных целях, да, в каких-то? Да, да. Что касается того же Китая, там все-таки речь идет о замене газом не нефтью, а угля в первую очередь. Да, конечно, есть угроза, в конце концов, альтернативных источников энергии. Рано или поздно, да? Да, повышение энергоэффективности, но это все очень долго срочно. Это да, это все пока только разговоры. И, в принципе, да, я соглашусь, наверное, с тем, что основная... Давайте так... Основная необходимость, да, в нефти это именно с точки зрения перевозок, да? Ну, приходится около 40%, по-моему, именно как моторное топливо, может чуть-чуть поменьше. То есть, вот в этом смысле, да, можно было бы говорить о том, что если вдруг находится новый источник топлива именно для моторного... Нет, ну, в конечном итоге эффективность двигателей растет. Сейчас все больше гибридных двигателей, которые практически в два раза меньше топлива потребляют. То есть, да, в длительной перспективе действительно будет спрос на нефть ограничен. Ограничен. В принципе, по всем прогнозам, если мы посмотрим, очень-очень небольшой прирост потребления глобального нефти ожидается к 30-му году, например. При этом просто гигантский рост потребления газа. Но то, что ограничен темп роста спроса, это не означает, что цены на нефть будут падать там куда-нибудь к 50 долларов. Потому что, при том, что темп роста спроса ограничен, но и ресурс тоже ограничен, и все более и более сложные месторождения вовлекаются. Плюс вся эта альтернативная энергетика, она, по сути, только поддержку нефти оказывает, потому что вся она очень дорогая. Согласен, согласен. Хорошо. Ну и поскольку уж о нефти заговорили, о сырье в целом, давайте поговорим о промышленных и драгоценных металлах, что тоже, наверное, для нас с вами будет интересно. А с точки зрения российского рынка, с точки зрения наших металлургов, которые все еще не так хорошо себя чувствуют, да, Анвар? Да. Если говорить о металлургах, мне кажется, это сектор интересный. Наиболее интересная, мне кажется, здесь идея в Норильском никеле и в Новолипецком медкомбинате, но в первую очередь Норильский никель. Здесь интересное сочетание мы видим таких, начавших подрастать в последнее время промышленных металлов, которые производят Норильский никель. То есть металлы оттолкнулись от цен себестоимости. Пока вот эта вот история с сокращением физических премий на рынке алюминия, она хоть и будоражит умы вот этого рынка, да, но не кажется такой способной, способной сильно обрушить цены на алюминий. Скорее всего там что-то будет такое интересное, да, таким образом эта ситуация разрешится, что они будут либо включены в цены, в каком-то образом, в каким-то образом в цены на лондонской бирже металлов или каким-то другим образом. Но пока факт остается фактом, металл начинает подрастать, Норильская интересная стратегия развития сейчас очень довольно-таки эффективная, и это дивидендная идея, которая способна там в течение трех лет принести больше 30% доходности в виде дивидендов. Ну, я здесь не считаю каких-то потенциальных специальных дивидендов. Ну и при... Давай. Да, да, да. Что еще? Если говорить о золоте, здесь, наверное, все будет зависеть от поведения доллара, от того, что скажет, опять же, Марио Драги 7-го числа, и как дальше будут развиваться ожидания на сокращение программ Федрезерв. Ну, ладно, бог с ним золотом, да, все-таки вернемся к промышленным металлам. Ну, идея из ГМК, да, ее Адварь озвучил, наверное. Единственное, что опять, Василий, мне кажется, что поддержка металлургов, ну и цен на металлы, да, на основной набор, все равно потребует какого-то спроса, которого нет сейчас. Тут же самый Китай. Ну, в первую очередь Китай, особенно если мы говорим о черных металлургах, то без Китая здесь никак не обойтись. Китайцы запускают какие-то интересные программы по инфраструктурному строительству снова, там какое-то огромное количество мостов, где-то я видел информацию о заказах на, не сухогрузы, как называется, флот, который перевозит руду, выросли очень существенно. То есть, возможно, действительно, вот инфраструктурные инвестиции китайские где-нибудь в 2014 году начнут уже влиять на цены металла. Ну, тем более, что понятно, сейчас цены на уровне себестоимости маржинальных производителей, поэтому насколько долго это может продолжаться, к сожалению, может продолжаться очень долго. Да, очень долго. Просто потому, что значительная часть этих производителей китайская, и им просто не дадут обанкротиться. Хорошо, ну и два слова давай, минутка осталось, по поводу драгоценных, ну, по поводу золота в том числе. Что сейчас золото, да, насколько оно интересно? Золото не слишком интересно все-таки, то есть, какие-то краткосрочные движения, может быть, и будут, но в целом перспективы сворачивания к УЕ, перспективы, в принципе, роста ставок. То есть, ну, золото это ставка на период, когда очень низкие реальные ставки по аппликациям, ну, то есть, просто оказывается выгодно инвестировать в сырье, именно в золото, потому что не теряешь альтернативных, нет альтернативных издержек. Сейчас уже ставки достаточно выросли в США, по сравнению с инфляцией, там, реальная ставка положительная, и, скорее всего, это будет продолжаться, соответственно, для золота, возможно, что уже... Василий, сейчас новости, новости. Новость. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, последняя его часть у нас осталась, мы подводим финансовые итоги недели. В студии Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал», и Анвар Глизидинов, начальник отдела доверительного управления компании «РМГ». Наверное, логично сейчас поговорить о российской валюте, и уж, собственно, все остальные практически мы с вами обсудили, ну, не все, но множество. И о долларе, и о евро поговорили, а вот как родимый рубель нас с вами радует, как он себя чувствует. Кстати, еще раз я напомню, да, сегодня он продолжает слабеть против доллара, и 32.20 уже мы увидели, вот, по крайней мере, в моменте. Давайте вот о чем, два момента, опять, важных, на мой взгляд. Во-первых, что влияет на изменение курса рубля? Ну, традиционно делим там внешние факторы, внутренние факторы, что там перевешивает, в какой момент. Вот, очевидно все-таки, да, что рубль – валюта локальная, валюта развивающегося рынка, поэтому, да, от глобальных никаких вот этих вот событий, естественно, защищен быть не может. Хотя ЦБ все-таки старается, да, каким-то образом. Ну, вспоминаем мы, что было летом, когда там полегли индийская рубля, индонезийская, да, бразийский реал, а рубль все-таки выглядел неплохо. Хвала ЦБ российскому, конечно. Вот, ну и о внутренних факторах, конечно, потому что все-таки смотрим на ВВП, на рост, ну, такой, в кавычках, российской экономики, и, конечно, не очень оптимистично все это выглядит. Василий, давай начнем с тебя. Ну, что касается внешних факторов, очевидно, если мы говорим о вероятности падения цены на нефть или рубля – это ничего позитивного в этом нет. Плюс, опять же, падение или рост рубля, на самом деле, это укрепление доллара или падение доллара. Если доллар будет укрепляться, рубль, скорее всего, будет падать. Причем это может быть и при высоких относительно ценах на нефть, да? Да, это может быть и при относительно высоких ценах на нефть. Если еще и цены на нефть падают, то еще и ускорится это падение. Что касается, ну, понятно, что на ноябрь, декабрь, если мы ждем сворачивания, начало сворачивания, Куе-объявления где-то там в конце декабря, 27-го, по-моему, и если ждем падения цен на нефть, то ничего. Кстати, вот, извини, Вася, извини, пожалуйста, Анна, смотри, 27-го декабря будет, да, следующее заседание Федорезерва, вот, который все, ну, 27-го декабря, это прям накануне Нового года, это уже, по сути, Рождество, после Рождества. После Рождества, да, у нас же Рождественное ралли должно быть. Вот это уже ужасно, испортит весь, все новогоднее настроение испортит. А может быть, поднимет, мы же пока не знаем. Вот именно поэтому, поэтому и вряд ли поднимет, потому что мы не знаем. Если они сказали точно, что будем делать вот так, мы еще и заработать сумерим, да, Вася? Ага. Ну, если ожидания будут такими же, как сейчас, то, наверное, может вообще не случиться Рождественского ралли, по крайней мере, в США. Все будут в доллар, да, бежать просто со страху. Да. Какой тут ралли. Что касается внутренних факторов для российского рубля, ну, краткосрочно, наверное, особо не о чем говорить, кроме там налогов. Ну, налоговый период, да, традиционный. А тут интересны планы по замораживанию тарифов на 2014 год. То есть очевидно, что инфляция у нас замедлится в 2014 году. И при этом, в общем-то, пока что ставки наши не слишком среагировали на вот этот факт. Причем, вероятно, если будет воплощена эта программа, то замедлится она не только в 2014 году, она в целом замедлится. А, соответственно, это означает, что сейчас инвестиции в российские активы, в том числе в долговые бумаги, в смысле реальной доходности, гораздо интереснее, чем там даже были полгода назад. Поэтому, может быть, какой-то приток средств... На долговой именно рынок, да? Ну, и на долговой рынок, а это значит, что и в рубль. Соответственно, вот это может отразиться в 2014 году, привести к некому укреплению. Я понял тебя. Анвар, ты как смотришь на российский рубль? Смотрю в краткосрочной перспективе, где-то до конца года, ну, скорее в сторону ослабления рубля. Ну, не думаю, что оно будет значительное. Интересная ситуация складывается с точки зрения того, что 7 ноября будет заседание ЕЦБ, а 8 ноября будет заседание Центрального банка нашего родного. И тут, если рынок не в евро-долларе, который также сильно влияет на нашу бивалютную корзину, на курс рубля, рынок не услышит от Марио Драги того, чего ожидает услышать. То есть, вот это вот намеки на скорое смягчение политики. И евро действительно укрепится до 1,40, то есть, пребывая в своем этом растущем тренде. То может неплохо укрепиться и рубль в краткосрочной перспективе. И это может дать Центральному банку какое-то пространство для возможного такого ожидаемого снижения ставок. Потому что здесь, что происходило в последнее время... Извините, я уточню только, нашему Центральному банку, да? Нашему Центральному банку, да. ЦБРФ. В последнее время уже прошло снижение некоторых ставок по всей банковской системе. Первым начал, как обычно, Сбербанк. Это может быть как один из намеков к будущему скорому снижению ставок. Единственное, в последнее время ЦБРФ мешало снизить ставки. Именно вот это давление на рубль внешнее, продажи развивающихся рынков и валют. И инфляция, которая была выше целевого диапазона ЦБРФ. Сейчас она находится в районе 6-6,1%. То есть, практически на границе целевого диапазона. Система в целом уже начала снижать ставки. И если давления на рубль не будет в эти ближайшие дни какого-то значительного, то, мне кажется, вероятность снижения ставок как никогда велика 8 ноября. Именно на заседании 8 ноября. Да, естественно, ЦБРФ может найти какую-то очередную причину для того, чтобы потянуть это далее. Как и делает ФРС со своей программой. Держит всех напряжение. Да, это не так сложно найти очередную причину для того, чтобы ничего не менять. Ты как считаешь, действительно, можем мы 8 ноября увидеть снижение ставок на 0,25? Символическое такое. Почему бы и нет? Вот. Насколько я понимаю, сейчас у нас уже, собственно, не ставка рефинансирования. А учетная. Да. И, в общем-то, учетная ставка операции РИПО, да, семейных, она достаточно низкая. Итак, нельзя сказать, что ЦБ, понизив ставку, существенно увеличит тем самым ликвидность на рынке. И поэтому, собственно говоря, ради чего сейчас это делать? Непонятно. Пока не очень понятно. То есть, наш ЦБ явно считает, что поддержка экономики это не его задача. Его задача исключительно борьба с инфляцией. Пока что... Более того, и о стабильности родной валюты тоже, да, как-то ЦБ сейчас дистанцируется, постоянно раздвигая границы бивалютной картины. Но при этом вынужден это делать. Ну, на самом деле, если... Ну, это его один из мандатов Центрального банка. Если мы посмотрим сравнительное падение рубля с развивающимися рынками, нельзя сказать, что это прям исключительно действие ЦБ. Это просто результат того, что продавали в первую очередь валюты стран с большим госдолгом. У России госдолг один из самых минимальных, поэтому как бы и давление было не такое большое. Понятно. Понятно. Хорошо. Анвар заговорил о том, что снижаются ставки, да, уже коммерческими банками. Ну, вот, с Бертом первый начал, может быть. Это, помимо всего прочего, это еще говорит о некой перекредитованности населения, может быть. Население, да. В связи, да, в связи с этим? Здесь я скорее говорю о корпоративных ставках в топ-банках. Действительно, ставки по ипотеке, ставки по розничным кредитам остаются высокими. Ну, и спрос на эти продукты, в том числе на необеспеченные кредиты, банковские карты остаются очень высокими. Это звоночек, естественно, для ЦБ РФ, но влияет на эту ситуацию, пока они не способны в моменте. Но они не способны, в смысле, нет механизма для этого или нет политической воли, как мы говорим обычно? Ну, скорее всего, скорее всего, еще не выработан механизм, как, мне кажется, дело в механизме. Ну, вербальные интервенции периодически мы слышим, да, что ай-яй-яй так нельзя. Да, но они продолжаются уже год, наверное, что касается розничного кредитования, никакого особого эффекта. Ну, а в принципе, вот смотрите, если говорить действительно о проблеме, которая, ну, очевидно, эта проблема есть, она набирает обороты, то пройдет какое-то время, и что, 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 случится какой-то системный кризис, там, я не знаю, в банковской системе, как, как думаешь? Ну, угроза, конечно, существует системного кризиса, вопрос именно, каким образом снять это давление, то есть, один вариант, это прекратить кредитование, это, в общем, совсем неблагоприятное для экономики. Ну, как обычно, да, запретить и все, запретить нельзя. А другой вариант, это все-таки реально понизить ставки, потому что, если сравнивать, там, по закредитованности по отношению к УВП, она, в общем, довольно низкая. Проблема именно в том, что ставки очень высокие, дорогое обслуживание этих кредитов. То есть, если была бы возможность понизить ставки и, соответственно, перекредитоваться, то... Проблема могла бы... Вся проблема, по большей части, была бы решена. Ну, как это реализовать, в общем, это... Пока непонятно. Да, совсем непонятно. Пока непонятно, да. Ну, видимо, в любом случае, что-то должно произойти, прежде чем, да? У нас много пословиц и поговорок на этот счет. Это мы прекрасно знаем. Хорошо, хорошо. Ну, все, осталась минутка всего лишь. Тогда давайте будем потихонечку заканчивать. Во-первых, огромное спасибо, что нашли время посидеть в студию сухого остатка. Тем более, в этот волшебный день пятницы, наверняка, много других задач. Я слышал сегодня, по крайней мере, от своих коллег, что до многих уже не дозвонится экспертов, потому что они, ввиду того, что близятся выходные, тут у нас трехдневные, уже все по дачам разъехались. Так что, еще раз говорю, вам просто огромное спасибо, что нашли время. Итак, напомню, сегодня в студии сухого остатка Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал» и Анвар Глизидинов, начальник отдела доверительного управления компании «РМГ». Мы подвели финансовые итоги недели, ну и некий задел на следующий тоже есть, потому что событий действительно ключевых на следующей неделе предостаточно. В общем, жизнь продолжается. Спасибо, уважаемые слушатели, вам за ваше внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.